Кадеты на старт. В Нарьинмаре прошли веселые старты среди кадетских классов. Традиционно организатором мероприятия выступает спортивное общество «Динамо». Подробности далее. Ваша команда – Орлята! Орлят ничем не искупает! Один из участников команды Орлята – пятиклассник Андрей Воколюк. Ученик кадетского класса в этом конкурсе участвует впервые. Мальчик говорит, что перед соревнованиями прошел хорошую подготовку на уроках физкультуры. Шефство над его классом взяла Росгвардия. Росгвардия может прийти к нам на классный час, рассказать что-то интересное, полезное для нас. Ну, и еще получается. В принципе, у нас на школу один такой класс Росгвардии. То есть, росгвардейцы, они с нами с младших классов. Восьмиклассница Людмила Подволотская в веселых стартах не новичок. В прошлый раз их команда принимала участие в эстафете. Девочка занимается в кадетском классе, который курирует ОМВД. Люда мечтает стать судмедэкспертом. У нас проводятся уроки мужества и соревнования проводят. Полиция, там МЧСники тоже приходили. В соревнованиях участвуют четыре кадетских класса – подшефных МЧС, Росгвардии, Юнармии и ОМВД. Лучших выбирало жюри в каждой возрастной категории. Ученики пятого класса соревновались с шестым, седьмого – с восьмым. Никого из ребят не хочется как бы обделить вниманием. И разница в возрасте. Потому что соревнуются четыре команды и все разные по возрасту. Начиная с пятого, заканчивая восьмым классом. Оценивать. Мы, конечно же, в любом случае оцениваем таким образом, как ребята и стараются, и выполняют. Но старания здесь, сами прекрасно видите, более чем достаточно. Что самое показательное и интересное, по возрастным группам, даже ребята в младших классах сейчас в эстафете показали себя лучше, чем старшие. Кроме соревновательного элемента на сегодняшних веселых стартах, начальник управления внутренних дел Максим Кузнецов вручил старшине кадетского класса погоны вице-сержанта. Почетно, но дополнительная ответственность. Мы готовим себе смену. Все силовые структуры, МЧС, ОМВД, Росгвардия. Все заинтересованы в подготовке уже с юных лет спортивных, физически развитых детей. В старших классах мы начинаем уже преподавать профильные предметы, специальные предметы для них. Постоянно проводим занятия с этими детьми, участвуем в совместных походах, выходах на природу. Палаточные лагери организуем. Поэтому нам очень необходима подготовка наших будущих поколений. Тем временем в зале «Дюц-лидер» разворачивалась напряженная борьба за первое место. Команды бегали, приседали, отжимались. В результате первое место среди младших кадетских классов у учеников четвертой школы. Это кадеты МЧС. Среди седьмых и восьмых классов победу одержала команда восьмиклассников «Адреналин», тоже из четвертой школы. Главная цель нашего сегодня мероприятия – это, конечно, пропаганда здорового образа жизни. И еще, наверное, все-таки научить детей работать в команде, чтобы у них была самовыручка, чтобы они работали командой, чтобы не только один человек, а боролись, чтобы вся команда победила. Команды победителя получили золотые кубки «Динамо» медали. Все участники соревнований отмечены сладкими призами. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».